Всем привет, с вами Доктор. Сегодня отправимся в фэнтезийный мир отличного битэмапа Golden X. Игра была выпущена в 1990 году на Sega Mega Drive. Злодей, известный как Смертоносец, напал на королевство Юрия и захватил короля с принцессой в плен, прихватив с собой реликвию золотую секиру. Он требует признать себя своим правителем, иначе уничтожит секиру и королевскую семью. Что ж, идем отбирать топор. Всем приятного просмотра. Первая часть знаменитой серии игры Golden X. На выбор нам дается три персонажа Воин Акс, гном Джиллиус и амазонка Террис. Вот за Джиллиуса мы с вами и будем играть. Поехали. Рыцарь змей напал на замок и захватил короля и принцессу в плен. Мой лучший друг Алекс был убит в схватке, отомстить врагам и вернуть в эти земли мир и порядок мой долг. Что ж, отличаются персонажи магии. В этой игре есть магия и некоторыми приемами. Например, мы можем зажать кнопку удара и кнопку прыжка и получится удар назад. У каждого из персонажей в игре своя анимация. Также тут есть высокий прыжок. Высокий прыжок позволяет мне перепрыгивать через за атаки врагов, но это не очень практично, потому что в большинстве случаев вы не успеете это сделать. И кстати, если мы сделаем высокий прыжок и зажмем кнопку удара, то мы выставим оружие вниз. Тут еще есть удар с разбега. У конкретно Джиллиуса это удар рогами. Да и в принципе все. Есть еще захваты в ближнем бою и есть ездовые животные. На них, кстати, можно садиться и они очень полезны в некоторых случаях. Магия у персонажей у всех разная. У Джиллиуса, например, магия молнии. Он у нас повелевает молниями. И хочу еще немного рассказать про баланс. Например, у Джиллиуса больше силы, но не такая мощная магия. У, например, Амазон Китарис, у нее, наоборот, мощная магия там огня, но удары не такие сильные. Поэтому персонажи здесь такие сбалансированные. Деревня черепах. Говорит нам табличка. Нет, дам я вам залить на... На мое животное. Обычно их называют драконами, потому что в серии Голден Акс большинство издовых животных это драконы. Даже, наверное, существ, а не животных. Так, эти бугайи меня сейчас запинают, если я не соберусь. А, убежало мое существо. Ну ладно, мы справимся без него. А, как? Если чуть-чуть враги будут дальше от тебя, на определенном расстоянии, то они начинают бежать и делать удар с разбега. Очень быстрый удар. Так, ну тут мы можем немножко передохнуть и собрать магию. Вот эти воришки маленькие, они крадут у нас магию, и потом мы у них же ей выбиваем. Наш заклятый враг, рыцарь-змея, в этом замке. Мы можем срезать через деревню черепах. Что ж, деревня черепах. Магию я пока еще не применял. Так, тут есть пропасть, которые враги сами и прыгают. Или мы можем их выкинуть просто. Всего здесь два континуума, насколько я помню. Всегда они мне опережаются этими ударами разбегу. Мимо, мимо. Нужно не давать врагам окружить себя, потому что как только они вас окружат, все. То есть, это сразу минус одна жизнь. Так, гоу-гоу-гоу, жители бегут у нас. Что-то их там напугало. Ребят, а какая серия Golden Axe нравится вам? Какая из этих частей вам больше нравится? Мы, конечно же, пройдем все. Так, это мой дракон. А ну, отошли. Отошли. Ладно. Применяем магию. Поджарим их немножко. Так-то. Но самый крутой дракон, это тот, который гуляет такими фаерболами. Так, давайте пока убьем одного. Потому что дамы пока что на меня не реагируют. А теперь можно с разбежки. Эх, сбили они меня с драконом, его. Ладно. Кстати, а вот. Вот этот дракон, он самый, по-моему, крутой. Да у тебя еще раз и за ним магию. Тут появились скелеты. Скелеты, как по мне, самые опасные существовали здесь вообще. Так, слезай, мой дракон. Но вот этот дракон появился вот один раз. И больше, по-моему, его не будет в этой игре. Ага, вот и мелкий воришка, который дает нам мясо. Эх, одного бутылька не хватило. Деревня расположена на панцире гигантской черепахи. Она отвезет нас на юг через море. Это мы на панцире гигантской черепахи. Так. Ничего себе ты разогнался. Я бы, наверное, не советовал брать здесь дракона. Потому что места здесь мало, вот на этой локации. И легко можно свалиться вниз. Вот в такие пропасти. Да и, в принципе, вниз можно свалиться легко. Рисковать я бы не стал. Так, все. Ты мне больше не нужен, можешь прыгать. Ладно, я тебе помогу. Так, опять дамы. Дамы в зеленом. Одна пока не реагирует. Ну ладно. Давайте попробуем забатить ее, чтобы она упала. Нет? Да, упала. Если ловить тайминги в ударе, то можно зациклить ваш удар и так добить противника. Но это не на всех действует. Вот на вот этого бугаяна, например, это не действует. Скажу вам на следующем мелком противнике. Ну вдвоем эту игру играть проще, но и одновременно сложнее. Потому что здесь friendly fire включен. И очень часто друг другу просто мешаются игроки. Сейчас еще один выйдет. Настучали здоровяку по голове. Живучий какой. Бах, бах, бах. Крутой топор у этого деда, да? О, ворюшки, воришки. Буду я их называть так. Так, нужно не давать себя окружить. Ты смотри, какой быстрый. Полетел. Так, у нас появился рыцарь. Еще один такой толстый враг. Ну, к нему лучше не приближаться и на него лучше не прыгать. Потому что у него такие рассекающие, размашистые удары, что вы ничего не сможете с этим сделать. Или подходить к нему сбоку. Тогда его можно еще будет подловить. Я рисковать, наверное, не буду. Давайте просто завалим его нашими рогами. Ты смотри, какой живучий. Это его броня так защищает? Есть. Ох, сколько вас. Так, мне нужна еда. Мне нужно мясо. Больше мяса. Теперь замок уже близко. Но дальше дорога охраняется полчищами врагов. Единственный шанс попасть в замок, а пойти дорогой мертвых. 41,70. Что бы значили эти цифры? Смотрите, здесь такая тактика, что стоим наверху и просто не даем вам подняться. Отличная тактика, как по мне. Надежная, как швейцарские часы. Ребят, напишите в комментариях, хотели бы увидеть следующую часть. Например, вторую и третью часть Golden Axe прохождения. Так, пойдут сейчас скелеты. И тут я применю одну хитрость. До свидания. Так, еще один скелет. На них тоже опасно прыгать. Но и подходить к ним тоже опасно. Лучше всего убивать их рогами. Вообще, удар с разбега это самый имбовый и практичный удар. Ладно, давайте попробуем. Вот, вот про что я и говорил. Пытался к нему пойти, но... Он меня подловил. Прям какой-то царь горы получается. Две синие полоски у нас отнял. Магия, магия мне нужна. А вот в третьей части, кстати, есть совместная магия. Это очень крутая вещь. Так, у нас появились тут шахтеры. Я их называю так. Если пройду чуть дальше, там появятся еще враги. Пока. Объем одного. Так, эти не вызовут у меня проблем, я думаю. Да, один там еще жив. Скелет, скелет-то нехорошо, конечно. Видишь, что они делают? Они сразу меня пытаются окружить. Знают, как меня... Подловить. Вот мне интересно, как скелет может умереть. Это же скелет. Так. И за ним магию. Красиво. Красиво. Жаль, что один. Маленький гном, который принес мне мясо. Дорога мертвых привела к гигантскому орлу. Он доставил нас в замок. Настало время для решающей схватки. Скелеты. Дорога мертвых привела к гигантскому орлу. Ух. Дракон. Сама прыгнула, ее никто не заставлял. Ай. Ну, отдай моего дракона. Ты чудовище. Ладно, подожду, пока он принесет мне его. Ух. Как вас много, ребятки. Не, я так не пойдет. Взял. Так, появились рыцари. Но тут тактика простая. На самом деле, просто стоим и ждем, пока они к нам подойдут. И дышим на них огнем. Это, кстати, у нас стейдж пятый уже. А вот и все. Так, у нас тут предфинал. Набираем магию. Это я пока брать не буду. Она нам пригодится. Так. 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 остался один шикарно так вот этого воина очень долго будем бить но для начала нам нужно разобраться со скелетами потому что они будут нам мешать убьем скелетов и тогда спокойно разберемся и с ним у это плохо подловил у меня своим топором так на скелетов нам все равно нужно убивать есть а вот теперь когда мы будем бежать на этого врага он под будет пытаться применить магию и тут-то мы его и убьем да я тоже не быстро есть и так казалось бы это конец вот принцесса вот король прими мою самую искреннюю благодарность за наше спасение ты освободил нас от плена рыцаря змея наша признательность тебе безгранична но у меня есть чувство что все это не закончилось а я видел как рыцарь змеи скрылся за этой дверью пойдешь ли ты за ним чтобы встретиться со злодеем в смертельной битве смертельной битве тут должно быть должен быть трек из mortal kombu то да мой король ну что ж идем к главному боссу так этих ребят нужно скинуть полетел тусклет будет сейчас с ним прям нужно вообще осторожно ты смотри какой быстрый эти ребятки вообще самоубийцы так вот этот скетик может доставить неприятности или не может ай так лучше поставить к я между пропастью так нам принесли магию еще магия как удобно сделали чтобы она падала в пропасть да так у нас тут еще скелет и нет 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 только не кидайте только не кидайте хорош вообще отлично так прыгай прыгай полетел тоже так рыцарем и конечно проблематично будет скинуть они не так хорошо поддаются этому давай сюда дружок все и финальный файт смотрите какой красивый босс вот тут скелеты будут бесконечные нам просто нужно выливать много урона в этого босса и он будет еще кастовать такую же магию которая есть у главных героев это вообще проблема вот такую просто магию будет оставать разную причем всех троих героев так ладно одну жизнь мы потеряли конд мы потеряли нет не потеряли ничего не потеряли скелеты перебивают вдвоем конечно вот в данном случае вдвоем было бы проще проходить его и отвалите от меня чертовы скелеты пошла бомбардировка ух ты жестко да я подловил чертовы скелеты бомбардировка снова е в него же врывается секиром сбивается богарим тебя отважный воин теперь наше королевство вновь сможет жить и процветать спокойствие и мире отныне ты будешь величаться спасителем нашего королевства в честь тебя мы устроим фестиваль мы никогда не забудем на твоей доблести и отваги Вы уничтожили все зло в этих землях, теперь королевство восстанавливается А люди сложат легенды, прославившие ваши подвиги Вот такое получилось прохождение, довольно короткое Дальше у нас пойдет каст всех врагов, которые нам попадались В общем, спасибо всем, кто посмотрел мое прохождение Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Впереди вас ожидает еще вторая и третья часть этой замечательной серии Еще раз всем спасибо и всем пока!